Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». Мало того, что в компании «АвтоСтронг-М» 200 000 отличных запчастей, здесь еще очень много коробок передач, какие хотите – автоматические и механические. Прямо сейчас мы разберем ту коробку, которую раз в 10 просили в комментариях. Итак, встречаем – уникальная коробка от «Хонды». Компания «Хонда» начала производить свои АКПП в 1970-х годах. В этих АКППП нет планетарных передач. В основе данных автоматов три параллельных вала с шестернями передач, которые переключаются пакетами сцеплений. Компания «Дальмер» вдохновилась таким решением и создала свою коробку в 1990-х годах, которую мы уже, к слову, разобрали. Так что, айда в описании. Сегодня мы будем разбирать первую пятиступенчатую АКПП «Хонда». Условно она называется «H5». У пятиступенчатых АКПП «Хонда» несколько десятков модификаций, и далеко не все они взаимозаменяемые. У этой коробки модификация МЦТА. Предназначена она для установки на автомобили «Хонда» «Аккорд» и «Аккорд» с 2003 года. Автоматические трансмиссии «Хонда» очень надежные и долговечные. По электронике в них вообще нет никаких проблем. То есть электроника и блок управления сделаны очень хорошо. Основные проблемы с коробкой начинаются, когда давление трансмиссионной жидкости отклоняется от нормы. Отклоняется от нормы, когда в масло попадают продукты износа гидротрансформатора. При эксплуатации коробки с убитым гидротрансформатором в масле оказывается алюминиевая стружка. После этого коробка получает катастрофический износ. Но это очень редкий случай. Также снижение давления масла может быть из-за засорения внутреннего фильтра. Тогда коробка начинает пинаться, а затем и вовсе перестает ехать. Потому что усилий для сжатия, то есть давления для сжатия фрикционов попросту не хватает. В этом случае надо эвакуировать автомобиль на ремонт, чтобы не получить более дорогостоящих поломок и спалить сцепление. В некоторых случаях, чтобы избавиться от пинков и продлить жизнь данной трансмиссии можно просто заменить масло. Но если это не помогает, то тогда надо заменить внешние соленоиды, в частности вот этот парный. Если и это не поможет, то надо разбирать трансмиссию и ремонтировать. Данное АКПП очень чувствительно к качеству масла. Загрязненное масло быстро убивает клапаны соленоидов и каналы гидроблока. В данную АКПП надо заливать АТФ Z1, который подлежит замене каждые 60 тысяч километров. Но при замене из поддона удается слить только 3 литра масла. Полный заправочный объем 9 литров. Можно сделать промывку, сливая масло через шланг обратки и подливая новое масло. Уровень масла меряется на прогретой коробке. При замене АТФ нужно обязательно поменять внешний масляный фильтр. Будет не лишним его разобрать и посмотреть наличие металлической стружки. Если металлической стружки там будет очень много, то стоит задуматься о ремонте данной АКПП. Говорят, что он всегда втыкает нужную передачу. Встречаем, Серега. Привет. Мы начинаем нашу разборочку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ранние экземпляры АКПП Honda подвержены износу подшипников, которые находятся в задней части ее корпуса. Хотя и в более поздних вариантах данные подшипники могут загудеть уже к 200 тысячам километров. Особенно если водитель очень любит летать на высоких скоростях. Здесь главное не упустить момент. Гул подшипников хорошо слышен, когда машина стоит и меняются режимы работы трансмиссии. Чтобы заменить эти подшипники, снимать АКПП с автомобиля не надо. Если пропустить первые симптомы, то можно доездиться до износа валов и самой крышки АКПП. То есть изношенный подшипник повредит все контактирующие с ним детали. С такого ракурса АКПП похожа на классическую механику. Здесь находятся зубчатые передачи для соединения валов. Но есть, естественно, особенность. Вот здесь находится парковочная шестерня. Вот под такой крышкой спрятано пять соленоидов. Они вкручены в гидроблок. Гидроблок пока недоступен, потому что находится глубоко в корпусе. Сейчас доразберем и все подробно покажем. Трехвальная 5-ступенчатая АКПП. Honda соединена с двигателем классическим гидротрансформатором. Муфты его блокировки задействуются на всех передачах в режиме драйв, кроме первой, в ручном режиме, на третьей, четвертой и пятой. Гидротрансформатор питается той же гидравлической жидкостью, что и вся АКПП, и может пылить, то есть загрязнять трансмиссионную жидкость фрикционным осадком. На тяжелых автомобилях Honda в гидротрансформаторе частенько разрушается игольчатый подшипник. Его иглы попадают на алюминиевое турбинное колесо и откалывают его части, которые попадают в масло. И жизненно важные гидравлические узлы и каналы. Механическая часть АКПП Honda состоит из трех валов, на которых находятся шестерни и пакеты сцеплений передач переднего хода. То есть всех пяти передач. А задняя передача здесь включается с помощью муфты и вилки, которые приводятся сервоприводом. На первичном валу находится сдвоенный барабан 4-й и 5-й передачи, на вторичном валу находится сдвоенный барабан 1-й и 3-й передачи, а также барабан 2-й передачи. Между этими валами находится промежуточный вал с парными шестернями для всех передач переднего хода. Также здесь находится шестерня и муфта задней передачи и также здесь находится парковочная шестерня. Также есть еще вот такой коротенький промежуточный вал и есть еще прямозубая шестерня задней передачи в корпусе. Также в корпусе есть еще несколько подшипников, на которые опираются валы. Так вот, при хреновом масле и очень больших пробегах эти подшипники могут вылететь. Когда они вылетают, то могут разбить посадочные места и вы очень успешно попадете на корпус. Как мы уже и говорили, гидроблок автомата МЦТА находится в глубине корпуса. На нем установлены пять шифтовых соленоидов. Также напомним, что три соленоида находятся на корпусе коробки. Эти три соленоида управляют линейно жидкостью, которая подается вот к этим трем соленоидам, а также к муфте блокировки гидротрансформатора. Блокировка гидротрансформатора активизируется внутренним шифтовым соленоидом E, а управление степенью блокировки – внешний соленоид A. В гидроблоке находится регулятор давления, через который проходит входной вал. Из этого регулятора подается давление на вал, которое сжимает фрикционные 4-й и 5-й передачи. Так вот, на коробках с большим пробегом, который эксплуатируется с неисправным гидротрансформатором, вот эти тефлоновые кольца царапают борозды во втулке. Из-за этого происходит утечка давления. Коробка буксует на 4-й и 5-й передаче. Чтобы решить этот вопрос, надо менять дорогущий корпус регулятора. В нашем случае фрикционные, как и вся коробка, просто в идеальном состоянии. С этими коробками в принципе практически ничего не случается. На Honda и Acura очень часто ездят гонщики. Так вот, если гонщикам хватит мозгов вовремя приехать на ремонт, почистить гидроблок, решить вопросы с соленоидами и поменять масло, то это спасет их от очень глобальных и дорогих ремонтов. Разборка закончена и сегодня мы разобрали действительно по-японски надежную коробку. Серега, резюмируй. В моей практике данная трансмиссия попадала только с проблемой по подшипникам. А так, в принципе, очень надежная коробка. Спасибо. Пожалуйста. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте отличные запчасти. Помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».